Иван Дадосов Всего в Хабаровск прилетели 10 героев России. Каждый из них расскажет свою историю подрастающему поколению. Владимир Шарпатов получил звезду героя в 1996 году. Легендарный летчик командовал экипажем, который больше года был в плену у маджахедов в афганском Кандагаре, пока летчики не совершили свой дерзкий побег. Было все. Главное – неизвестность. Не знаешь, что тебя ждет утром, не знаешь, что до вечера. И больше года они нам долбили. Буду судить судом Сариата. Нам ничего не оставалось как-то рвануть. У каждого из героев за плечами подвиги, за которые они награждены высшей государственной наградой страны – звездой героя России. Такие встречи очень полезны. Когда наша молодежь видит вживую героев нашего Отечества, у них появляется ориентир, с кого брать пример, у кого учиться. А тем более, общаясь в личном общении, они получают колоссальную подпитку нашего патриотического воспитания. Герои России пробудут в Хабаровске до 4 октября. За это время они возложат цветы к вечному огню, проведут уроки мужества для школьников региона и встретятся с участниками патриотической смены Краевого учебно-методического центра «Авангард». Игорь Сукачев, Ольга Власова. Смотри Хабаровск. Как снять судно с мели и каким бортом должны расходиться корабли не только в теории, но и на практике, знают студенты колледжа водного транспорта. Все основные приборы, которые есть в рулевой рубке, например, теплохода «Москва», имеются в классе новой лаборатории. Перед рулевым три пульта, с помощью которых он управляет судном. У него есть аксиометр, есть картушка-компаса, есть радиостанция, машинные телеграфы. Хабаровский край активно участвует в федеральном проекте «Профессионалитет». Уже открыто 4 образовательно-производственных центра, в том числе в колледже водного транспорта. Студентов учат бороться с пробоинами и обеспечивать безопасной жизнедеятельности судна, обслуживать судовую электрику. Было и оборудование, но оно было старое, и было тяжело изучать. Это, например, самая простейшая установка через автотрансформатор. Можно изменять напряжение, подаваемое на лампочку, регулировать яркость свечения. Также имеется вольтметр и осциллограф, который может выполнять роль как вольтметра, так и амперметра. Если при крушении судна кто-то из членов экипажа получит травму, остальные должны уметь быстро оказать ему первую помощь. Необходимые навыки отрабатывают на манекене в лаборатории. А если под рукой нет вот таких замечательных шин, что будете делать? Любыми предметами, которыми можно зафиксировать любой твердостью. Фиксируются все суставы ниже травмы и один сустав выше травмы. То есть у нас, предположительно, перелом голени, поэтому фиксируются все суставы голеностопного сустава и фиксируется коленный сустав. Теперь в образовательной программе делается упор на практику. Студенты проходят стажировку на предприятиях-партнерах, при этом без отрыва от учебы. Могут выполнять заказы, например, амурского пароходства. И получать за это не только запись в трудовой, но и заработную плату. В зависимости от того, совершеннолетние, несовершеннолетние, используются различные виды и формы трудоустройства студентов, для того, чтобы максимально увлечь этой профессией, максимально получить тот результат, на который мы все нацелены. И предприятия, и образовательные организации. По поручению президента России Владимира Путина, за ближайшие пять лет в нашей стране необходимо подготовить порядка миллиона специалистов рабочих профессий. На это, в первую очередь, и нацелен федеральный проект «Профессионалитет». Очень важно, что здесь у нас есть активные социальные партнеры, которые сегодня готовы нам озвучить, какие необходимы специалисты для развития их организации предприятий. Второе, какие компетенции они должны выкладывать. Ну, а в-третьих, в принципе, вместе с нами организовывать практическое обучение этих студентов. В следующем году в Хабаровском крае будет открыто еще 19 учебно-производственных комплексов с современными лабораториями. Наталья Чернышова, Данила Кулешов. Смотри Хабаровск. В пустыне я наблюдал смертью вот так, столбами, как лес стоит. И чувствую, какой-то смерть, что залетаю вроде. И поднялся, давай облетать. Герой России Владимир Шарпатов впервые сел за штурвал в 25 лет. В летное училище будущий пилот поступил не с первого раза, но в итоге осуществил свою мечту. В 91-м году я начал летать за границу, побывал в 65 странах. А в 94-м году у нас работы не стало. Я узнал, что в Казани получили два новых самолета. И вот я был принят в качестве пилота-инструктора, стал учить казанских летчиков. В 1995 году Владимир Ильич начал работать в казанской авиакомпании «Аэростан», в которой перевозил боеприпасы в Афганистан. После одного из таких рейсов экипаж захватили и держали в плену больше года, пока летчики не решились бежать. Колеса подспущены, за год их никто не подкачал, они бескамерные. Безкамерные. Скорость где-то 110 км в час была, а взлет две 121 тонны. У меня 31 тонны еще топлива было в баках. Значит, опасность какая была, такая махина разворачивается. И колеса могли смяться, и шасси сломаться от такой нагрузки. Но спасибо всегда, говорю нашим конструкторам, нашим рабочим, что такую надежную машину создали. Школьники с интересом слушали эту легендарную историю, по которой в 2010 году был снят фильм «Кандагар». Встреча мне очень понравилась. Я сам в душе тоже авиатор, очень болею небом, но, к сожалению, не могу туда пойти из-за возможности дороги. У меня вот тоже значок Казанского авиационного института, который Владимир Ильич оканчивал. Встреча уникальная. Как-никак, 83 года человеку такой подвиг совершил. Герой России, ну, очень грандиозный человек. Здесь вот я вижу молодых, красивых, более подготовленных, чем мы. Живут в такой замечательной школе, в лицее. Такое здание, такое отношение, такие преподаватели. Просто уходить не хочется. Хабаровск Владимир Шарпатов вместе с другими героями России приехал в рамках всероссийской акции «Вахта героев Отечества». Они пробудут в краевом центре до 4 октября и посетят еще несколько школ города, где проведут уроки мужества. Игорь Сукачев, Максим Артиков. Смотри, Хабаровск. Ну, как атмосфера. Вы знаете, так радостно. Столько детей здесь. Все бегают, и мы с ними тоже пляшем. Отлично. Яркая, многофункциональная детская площадка во дворе дома по улице Артемовска, 77, собирает теперь ребятню со всей округи. Обновлению рады и их родители. Двое детей. Семь и вот два года. Дарюхе нравится. Как бы я здесь родился, вырос, и как бы хочу здесь остаться, жить в этом районе. А что во дворе было раньше? Вот если вы здесь выросли, помните, что во дворе было? Здесь раньше была коробка. Ну, как бы даже я на коньках катался когда здесь. Для спортсменов в мини-парке появилась зона воркаута. И про любителей футбола и хоккея проектировщики тоже не забыли. Новый корт установили рядом, на Артемовской, 83. В программу «Тысяча дворов» инициативная группа вовлекла жителей сразу с семи высоток. Многие из жильцов участвовали в разработке дизайн-проекта и ждали, когда подрядчик воплотит их смелые решения в жизнь. Работы было, конечно, очень много. Все лето было посвящено этому. Это и пыль, и грязь, и неудобство для жильцов. Но сейчас, когда выходишь и смотришь на все это, сердце радуется. Особенно, когда детки у меня играют на корте в футбол. И все спрашивают, а когда мы будем заливать? Я говорю, ну, когда зима наступит? Заливать будем однозначно. А мы не вложили ни копейки своих средств. Ну, у нас бы их никогда и не было. Потому что это достаточно большие деньги, я так понимаю. Потому что это и земляные работы, это и установка, это сами вот эти малые формы, сами вот эти детские площадки. Этот двор, это действительно воплощение этой совместной работы. Прежде всего, тех, кто инициировал это все, проконтролировал, сделал. Потому что и подрядчик здесь приложил руку. И наверняка подрядчик понимает, что несет ответственность, в том числе в рамках своих гарантийных обязательств. Как подрядчик справился с задачей, которую поставили перед ним жители, и качество выполненных работ, сегодня проверили представители краевой и городской власти, общественники и депутат Государственной Думы. На цепи одета пленка, она не дает обжигать зимой руки детям от мороза, ну, от переказа. Ну, и безопасность. Ну, единственное, что надо за ней следить, вовремя менять, если она приходит, негодность. Брусчатка наша, Хабаровская, делают здесь Хабаровский. Молодцы, качество очень хорошее. Поэтому уже есть другие дворы, где сделано, и стоят, не высыпаются. Самое главное, антискользящее, видите, покрытие, сделано рисунок. Площадка с тренажерами, хоккейный корт в одном дворе, сквер для старшего поколения и детская площадка в другом. Все это объединено пешеходными дорожками, благодаря которым территории соединились в единый мини-парк. В этом году в Хабаровске по такому принципу благоустраивают более 30 дворов. Марина Рожко, Максим Артюков, Смотри, Хабаровск. Про того, которого любила, про того очень письма берегла. Основы строевой подготовки, инженерного дела, радиационной, химической и биологической защиты изучают курсанты военно-патриотической смены Центра «Авангард». Подростки разделены на взводы и соревнуются в основных военно-тактических дисциплинах. Была тактическая подготовка. То есть мы лазили по всякой грязи, по лесу лазили, пытались как-то там обойти противника, либо построить тактическое наступление на противника. Также был строевой шаг. То есть мы всей роты шагали под песню «Катюша». Также химизащитный костюм одевали, ну и сборка-разборка автомата. На очередную смену в Центр «Авангард» приехала делегация вахты Героев Отечества. Герои России не понаслышке знают, как вести себя в бою. И им есть, что рассказать будущим защитникам Родины. Теперь смотрим, как они втроем его будут эвакуировать. Давайте. Герои России высоко оценили работу Центра «Авангард» и отметили, что курсантов нужно обучать не только навыкам военно-тактической подготовки, но и уделять особое внимание патриотическому воспитанию. Самое главное, ребята, это любить свою Родину. Не показать, что я люблю, два раза сказал об этом, и все, опять занимаешься своими делами. На самом деле, я вот езжу, я знаю, что я делаю доброе дело, потому что я каждый раз говорю, что вот маму свою ты любишь. Да, конечно, а кто ее не любит? Я говорю, так же ты должен любить свою Родину, так же любить свой поселок, город. Наши герои – это такие же, основные люди, как и мы все. Но это те люди, которые смогли в определенный момент перешагнуть через что-то, перейти определенную черту, совершить в великий подвиг. И курсанты, смотря на них, они перенимают эту энергетику, шагают вперед и становятся только лучше. Обучение в Краевом Центре «Авангард» проходит круглый год. До декабря в Хабаровске запланированы еще шесть смен по направлению сухопутные войска и три, посвященных военно-космическим силам в Комсомольске. Игорь Сукачев, Степан Крокус, СмотриХабаровск. В принципе, объект 90% готовности. Вот вся наша территория. Мы где находимся? Вот мы находимся на площадке. Новое Матвеевское кладбище должно заработать в декабре. Первый сектор на 10700 мест почти достроен. Как и подъездная дорога к нему. Подрядчикам осталось уложить 70 бетонных плит. Практически готовое административное здание для сотрудников. Кроме того, на объекте установили ливневки, чтобы предотвратить заболоченность земли от осадков и размыв захоронений. А дорожки между готовыми площадками уже обложили асфальтом. Все это проделано с июня прошлого года. В дальнейшем работы предстоит еще много. Общая площадь строящегося кладбища 55 гектаров. Обустроить здесь нужно больше 70 тысяч мест под захоронение. Почему мы уделяли такое очень пристальное внимание и переживали за строительство этого объекта? Потому что у нас существующие комплексы пришли уже к максимуму захоронений. И практически уже свободных мест не остается. А вдоль Березовского шоссе в Краснофлотском районе полным ходом идет уже другая стройка. Приют для бездомных собак. Зимой овраг на этом месте начали отсыпать грунтом. Сейчас заготовка фундамента продолжается. Устанавливаются и ограждения, проведены линии электропередачи. На участке в 25 тысяч квадратных метров в будущем появятся крытые теплые вольеры. А также зона для выгула и дрессировки, лечебный стационар и складские помещения. Сама идея родилась в прошлом году, когда ужесточились по всей России случаи нападения безнадзорных животных на детей, в том числе с летальными случаями, как детей, так и взрослых. Приют откроется в мае 2024 года. На первых порах заселиться сюда смогут 400 животных. В перспективе больше полутора тысяч. Дом для них предприниматели строят безвозмездно и своими силами. Но им нужны дополнительные рабочие руки. Это наше общее дело, общая боль, бездомные животные, которые сегодня гуляют по территории города Хабаровска. Я приглашаю сюда всех неравнодушных, всех, кто любит животных, бизнес, оказать помощь. Мария Шулешко, Максим Артиков. Смотри Хабаровск. Две недостроенных высотки на Трехгорной долгие годы мозолят глаза хабаровчанам. Дома ЖК и Дельвейс должны были сдать еще в 2012 году. Окончательно работы на объекте остановились в 2017, когда застройщика признали банкротом. В 2019 году в отношении данного объекта у нас была объявлена процедура конкурсного производства. Он был объявлен банкротом. В рамках конкурсных процедур и при банкротстве застройщика была признана смена застройщика. При согласовании Минстроя Российской Федерации на основании ходокайства губернатора Хабаровского края, застройщик в 2021 году в декабре определением оборудования застройщика был сменен. Теперь дома завершит белгородская компания «Аккорд» за свой счет. У застройщика есть опыт возведения подобных проблемных объектов. Инвестор уже восстановил проектную документацию и обновил технические условия. По предварительной оценке на полное завершение строительства потребуется около миллиарда рублей. Дом готов где-то процентов 30-35. Фактически завершены были по одному дому работы, по бетонной работы. Пришлось произвести в связи с долгим стоянием дома демонтаж окон, демонтаж балконных проемов. Будет изменен конструктив фасадный. Полностью это будут современные фасады, вентилируемые, установленные, утепленные. Все это время в ЖК «Эдельвейс» свои квартиры ждут обманутые дольщики. Всего 18 семей. Большинство получат денежные компенсации. Некоторые решили дождаться сдачи объектов. Они получат жилье без дополнительных вложений. А благодаря изменениям в проекте в некоторых помещениях даже будет увеличена площадь. С дольщиками мы договорились, заставили дополнительное соглашение, продлили сроки по застройке в соответствии с разрешением на строительство, зарегистрировали права в Росреестре. Оказалось содействие правительства Хабаровского края, стройнадзор и прокуратура. В общем-то, в связи с чем мы вышли из единого реестра проблемных объектов. Сейчас полностью участок освобожден. Полностью завершить все работы на объекте застройщик планирует за два года. До конца 2024-го будет готов первый дом, а еще через полгода – второй. Игорь Сукачев, Ольга Власова, Смотри Хабаровск. Свыше 7 тысяч новых случаев онкологии в год выявляется в Хабаровском крае. Под диспансерным наблюдением более 37 тысяч человек. Обеспечить качественное лечение и сохранить жизнь каждому – это приоритет краевого онкоцентра, которому в этом году исполняется 20 лет. Сегодня здесь применяются передовые технологии лечения пациентов со злокачественными новообразованиями. В 2022 году введен уникальный лучевой ускоритель. Я хочу сказать, что химио-лучевые методы – это самые передовые технологии. В этом году у нас работает ангиограф. На следующий год у нас первоочередные задачи, конечно, переоснащение лучевых методов. Это новый линейный ускоритель. На него, кстати, из федерального бюджета в следующем году будет выделено 140 миллионов рублей. В Хабаровский онкоцентр едут пациенты с Сахалина, Приморья, из ЯО, Камчатки и Магадана. Кванификация врачей позволяет принимать пациентов с различной локализацией и сложностью онкопроцессов. Однако в уникальных случаях больных направляют в научно-исследовательские институты страны. Есть редкие, эксклюзивные вещи. Допустим, ортопедическая онкология, когда поражается опорно-двигательный аппарат, суставы. Есть онкология области головы и шеи, когда тоже требуются достаточно уникальные специалисты, уникальное оборудование. И просто каждому диспансеру, во-первых, и не под силу, и незачем держать такие эксклюзивные вещи. Однако самые популярные из новых видов лечения, те из них, которые прошли отбор временем, не тиражируют на онкоцентры страны, в том числе в наше медучреждение. Метод должен быть интересен, он должен быть полезен людям, и он до известной степени должен быть относительно легко воспроизводим в условиях региональных диспансеров. Онкологической службе Хабаровского края в этом году исполняется 85 лет. За это время в регионе были внедрены самые востребованные технологии по лечению онкозаболеваний. А профильная кафедра Дальневосточного медуниверситета выпустила десятки специалистов, которые спасли тысячи жизней. Виктория Закова, Степан Крукус. Смотри Хабаровск. Красиво все стало. А было? Было тоже красиво, но сейчас еще лучше. Детская библиотека имени Гайдара открылась после ремонта. Здесь обновили мебель и оборудование, освежили стены. Стеллажи и диваны мобильны, помогают трансформировать пространство. А интерактивная техника способствует развитию школьников. А теперь давайте посмотрим следующую игру. Мы должны с вами будем сейчас построить материки. Это интерактивная песочница для развития моторики рук, развития цветового сегмента, воображения, внимания. Сенсорная панель помогает им на быстроту движения сработать. Также мы развиваем мышление. Например, даже если это программа постройки материков, мы развиваем географию. Раньше в библиотеке случались ситуации, когда читателям отказывали в выдаче книги. Просто потому, что такого экземпляра не было. Все отказы заносили в специальный журнал, который лег в основу обновленного фонда. Благодаря нацпроекту его пополнили на 2500 книг. Наш отдел комплектования старается комплектовать фонд библиотеки по запросам читателей. Есть журналы отказов читателям. И когда они собирают и формируют документы на аукцион, конечно, учитывают все пожелания читателей. Хабаровчанка Татьяна Саватеева – мама троих детей. Вместе с ними ходят в библиотеку имени Гайдара. Переменам рада, но главное, подчеркивает читательница, неизменным осталось дружелюбное, почти что родственное отношение сотрудников к посетителям. Спасибо всем, кто здесь работает. Они же не только библиотеки. Они универсальные солдаты. Они могут все. Они клеить, рисовать, шить, читать, рассказать, посоветовать книгу, журнал взрослым, ребенку. Буквально они могут все. Детская библиотека имени Гайдара стала второй модельной библиотекой в крае. Ее модернизировали на средства нацпроекта «Культура». По нему получили 10 миллионов рублей. Еще 8 миллионов направили из городского бюджета. За 5 лет работы национального проекта Хабаровскому краю выделили больше 100 миллионов рублей на обновление 20 библиотек. У нас проект заканчивается, а мы решили его продолжать в своем веселом. И мы в следующем году выделим еще 25 миллионов своих краевых, разыграем их, чтобы также продолжать обновление. Библиотеки современные – это место не только чтения, но и общения. Здесь сегодня выработан механизм не только работы с книгой, но и работы в интернете. Потому что мы видели сегодня, дети сами создают ультфильмы. Дети работают интеллектуально во всех программах. И нам это нравится, и почему мы на цели на то, чтобы таких библиотек как можно больше в городе было. Наталья Чернышева, Данила Кулешов. Смотри Хабаровск. В этом сюжете мы узнаем о международном конкурсе красоты от одной из самых красивейших девушек планеты. Я вошла в топ-60 самых красивых девушек планеты. Можно подержаться, так сказать, я. Также похвастаемся достижениями Хабаровского предприятия легкой промышленности. Объединенные Арабские Эмираты нас уже любят, мы их продаем. Мы продаем в ту страну. И расскажем о мерах поддержки от центра экспорта. Мы финансируем, софинансируем участие в компании-выставках. София Ким, титулованная красавица из Хабаровска, готовится к очередному в ее карьере международному конкурсу. Вице-мисс краса России в 2020 году. И вот, естественно, мисс Хабаровский край, мисс Восток России. Я еще тогда подержусь. Через пару дней София вылетает в Китай на мисс Френдшип представлять Россию. 30 участниц из разных стран. 15 дней под объективами камер, велкам-завтраки, благотворительный ужин и выступления на сцене, дефиле на подиуме, фотосессии. В общем, гардероб тщательно подбирался специалистами почти год. Мне помогает Паулайн. Мы с ними сотрудничаем уже много лет. Они меня собирали до этого на первый мой международный конкурс, который был мисс Гранд Интернешнл. Марка женской вечерней одежды Паулайн давно вышла за пределы Хабаровска. Платья этого бренда часто украшают наших звезд на красных дорожках. Что касается знаменитостей и поклонников нашего бренда, их на самом деле много. Их на самом деле много и часто к нам обращаются. То есть одна из наших любимец – это Катя Гусева. Она, можно сказать, импассадор нашего бренда. Мы ее одеваем на каждый ее показ или концерт. Хабаровский бренд, завоевав нишу вечерней моды, недавно выпустил дополнительную линейку с повседневной одеждой. Ее дизайнеры представили на международной выставке СПМ в Москве в сентябре. Помощь в софинансировании для участия в ней предприятие получило от Центра поддержки экспорта Хабаровского края. Мы разрабатываем возможности выхода компании на страны СНГ. Также хотелось отметить, что благодаря проведенной совместной работе компании удалось заключить экспортные контракты с такими компаниями из таких стран, как США, Великобритания, Латвия, Белоруссия и Казахстан. Предприятия легкой промышленности Хабаровского края с условием, что они субъекты малого и среднего бизнеса, могут обращаться в Центр поддержки экспорта. Мы представлены в 109 городах России, то есть у нас 119 партнеров по России в 11 странах за рубежом. Мы находимся сейчас в стадии переговоров с турецким представителем. Кроме помощи в привлечении зарубежных партнеров и софинансировании участия в международных выставках, Краевой Центр экспортной поддержки поможет предприятию зарегистрировать свою торговую марку. Мариана Гейт, Павел Баландинский, Смотри Хабаровск. Ну что, вы заряжены, мы тоже, значит у нас с вами получится классно. Первый месяц учебы в ВУЗе позади у первокурсников ДВГУПС. Новая обстановка, пары, как разгрузить голову и раскрасить студенчество придумала Росмолодежь. Познакомила новобранцев железки с одним из своих проектов. Твой ход. Это главный студенческий проект нашей страны, который огромное количество различных возможностей дает студентам. Премия 1 миллион рублей, возможность самореализоваться, организовать свое мероприятие, создать свою команду, попробовать себя на роли управленца, амбассадора, выступать на сцене. В общем, возможностей абсолютно большое количество. Самое главное, знать, чего ты хочешь и сделать это в нашем проекте. Очень бы хотелось попытаться хотя бы по поводу амбассадорства хотя бы. Я очень разговорчивая девушка, мне очень нравится выступать на публике, а если это еще будет приносить пользу, продвигать какой-то проект, я была бы просто счастлива. Некоторые студенты ДВГУПС с курсов постарше с этим проектом уже хорошо знакомы. Участвовали сами и были наставниками для других. А кто-то даже дошел до финала в прошлые годы. Я принимал участие в первом сезоне твоего хода. Один наш сокомандник получил миллион. Все мы получили путешествия. У нас был выбор. Это или Калмыкия, Алтай, Байкал или Кавказ. Я выбрал путешествие на Кавказ и после второго курса это было незабываемое недельное путешествие на поезде по Кавказу. Твой ход – это не только деньги, слава и путешествия. Проект помогает создать себе цифровое портфолио. А еще получить стажировку в Росмолодежи, РЖД, Росатоме и у других федеральных партнеров. Дальневосточный государственный университет путей сообщения является стартовой площадкой реализации проекта «Твой ход». И уже третий год мы принимаем у себя гостей проекта для представления презентации на базе нашего университета. Уже завтра мы едем на окружной этап и 44 студента железки приедут на окружной этап проекта «Твой ход». Мы надеемся, что мы получим невероятное удовольствие и опыт и попробуем реализовать свои мечты. На окружном этапе участники «Твоего хода» будут защищать свои проекты и бороться за место в финале, который пройдет в декабре. На нем соберутся победители конкурсных треков региональной команды и лучшие амбассадоры. Новый четвертый сезон стартует в январе. Присоединиться к нему еще можно. Для этого нужно зарегистрироваться на официальном сайте проекта. Мария Шулешко, Данила Кулешов. Смотри Хабаровск. Сейчас мы смотрим, проходим по само полотно непосредственно. И вот полотно показывает 6 метров 100 миллиметров. По смете ширина автомобильной дороги между Некрасовкой и Вишневкой 6 метров. Соответствие реальности и проекта с помощью курвиметра проверяет представитель общественного совета Хабаровского района. Протяженность всей дороги 8,5 километров. Ремонтировать ее начали в 2018 году. В этом сделали еще полтора километра. Участок этот был проблемный на самом деле. Проблемный был в том, что здесь когда-то до этого лежали плиты. Эти плиты теряли соосность между собой, расходились. Тяжело было за ними ухаживать, потому что это подразумевало полное поднятие плиты, обустройство подушки под ними. По просьбам жителей железобетонные плиты демонтировали. Скальником отсыпали подушку, уложили два слоя асфальта. По бокам трассы обустроили кюветы, где необходимо проложили трубы для отвода воды. Водители сейчас не нарадуются. Говорят, раньше здесь можно было легко слететь с дороги. Мягкая дорога, можно уехать хоть куда. Если еще разъезжаться начинаешь, то опасно вообще уехать куда-нибудь. Очень хорошая дорога, лучше, чем было с плитами. Ездила сюда часто, у меня сын тут работал, приезжала к ним. Все нормально сделали. Всем спасибо большое. В Хабаровском районе в этом году отремонтировали 27 дорожных участков общей протяженностью 16 километров. Стоимость работ 240 миллионов рублей. Благодаря сэкономленному времени подрядчики работают с опережением. Мы приступили к выполнению ремонтных работ уже следующего года. То есть на следующий год у нас запланировано 23 объекта. Все подрядчики, это их у нас три компании, вышли уже и ремонтируют дороги. Планируем мы порядка 10-12 объектов точно. Половину объектов выполнить следующего года, в текущем году. Наталья Чернышева, Степан Крокус. Смотри Хабаровск. Мичуринское сельское поселение отмечено в двух номинациях. Модернизация городского хозяйства и развитие ЖКХ. Благодаря своим проектам в нескольких селах и поселках появился скоростной интернет и система «Безопасный город». Особое внимание в Мичуринском сельском поселении уделяют и жилищно-коммунальному хозяйству. Здесь активно газифицируются частные дома и социальные учреждения. Это очень большой шаг вперед в части качества и уровня жизни граждан Мичуринского сельского поселения. Потому что пришел газ в дома. Это и безопасно, это и практично, но и самое главное, это дешевле. По сравнению с твердыми видами топлива, углем, дровами, даже электричеством, конечно, это в разы дешевле. И эта система продолжает развиваться. В региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» отметили лучшие проекты городских и сельских поселений в пяти номинациях. Экономика и финансы, градостроительная политика, цифровизация, национальная политика и привлечение жителей к местному самоуправлению. Среди призеров рабочий поселок Чикдамын. Знаете, мы уже получаем эти грамоты здесь пятый год подряд. Начинали с третьего места, сейчас зашли до второго. То есть задача у нас стоит одна – выйти на первые места, потому что это задача нашей команды, без этого мы не можем выйти. Потому что есть стимул, есть задачи, которые поставлены всем, чтобы мы на следующий год вышли, заняли первые места. Победителям и призерам в пяти номинациях регионального этапа конкурса «Лучшая муниципальная практика» из краевого бюджета выделяется 10 миллионов рублей, по 2 миллиона на каждую номинацию. Отличившихся наградил лично губернатор Михаил Дегтярев. Развитие местного самоуправления – одно из важнейших направлений работы в правительстве края. Национальные проекты, все федеральные региональные программы реализуются в первую очередь на местах. И в первую очередь несут своей целью повышение уровня и качества жизни людей. Главы поселений смогли воспользоваться ситуацией и задали вопросы главе региона. У нас в этом году сгорела школа. Очень печальные для нас события. Но глава нашего района, Осипова Изабелла Валентиновна, активно решает этот вопрос. Спасибо ей за это огромное. Будем надеяться всем силам, что этот вопрос с вашей помощью разрешится положительно. Насколько я знаю, мы проектирование ведем. Непростой вопрос. Он очень катал емкий. Севера, большие деньги. А мы, может быть, модульно посмотрим? Только модульно надо смотреть, я вам скажу честно. Но по-другому. Эдноукойм в 2-3 года стройки, северный завоз – это очень сложно. Сейчас хорошие есть проекты. Поэтому работаем. Победители регионального этапа всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» будут представлены в федеральную комиссию. Решающий этап пройдет уже в октябре, и его призовой фонд составит миллиард рублей. Игорь Сукачев, Максим Артиков. Смотри Хабаровск. Марина Зо – бизнес-наставник. И сейчас она ведет параллельно сразу четырех подопечных. Обычные встречи проходят вот так, в неформальной обстановке. Марине Зо есть чем поделиться с начинающими предпринимателями. Она владелица частных детских садов и центров дополнительного образования. Ее бизнес-модель по продленке в 2013 году получила премию «Лучший соцпроект» от президентского фонда предпринимателей. С того момента мне начали звонить люди со всей России и спрашивают, как же делать продленку. Это одна из самых востребованных бизнес-идей. Ну не все понимают, как это делать, что делать. Честно скажу, многих я отговорила. Ну потому что некоторые не понимают, что это такое. Они думают, что стол поставил, учителя посадил и все. Ее супруг тоже бизнесмен. В Хабаровске у него сеть ресторанов. Марина и здесь небезучастная и знает все нюансы общепита. Сейчас к ней на консультацию пришла Алена Гравченко. Работают они вместе уже полгода. Я вижу, как растет и моя аудитория, как люди обо мне больше узнают, как о специалисте, как в магазине растет, в том числе аудитория даже в социальных сетях. Потому что, например, мне подсказали, как правильно и грамотно, где взять рекламу. Безусловно, я вижу результат. Алена развивает несколько идей. Одну из ее детищ – магазин гаджетов. Из последних вопросов, которые мы рассматривали в теме магазина, у меня есть большое желание выйти на маркет-площадки. То есть какие-то маркетплейсы, типа Wildberries, Азум, Яндекс.Маркет и так далее. Но у всех у них, во-первых, разные условия, во-вторых, разные слухи ходят, кто собирается закрываться, кто собирается расширяться. И, естественно, мне все тоже в руку, когда мы это обсуждаем. Сегодня в официальном доме приемов губернатор Михаил Дегтярев наградил победителей краевого этапа всероссийского конкурса «Лучшая практика наставничества» в сфере предпринимательской деятельности. Неудивительно, что Марина Зо со своим 10-летним стажем консультаций оказалась на первом месте. За это время шесть начинающих предпринимателей поставили свой бизнес на ноги. Сама Марина изучила 12 различных видов деятельностей. А за разовыми консультациями к ней обратилось более 30 человек. Марина Гейт, Максим Артиков и Степан Крокус. Смотри Хабаровск.